Я хочу предложить сегодня интересную вещь, как мне кажется. Интересную вещь для изучения. Вы знаете, что я, Элина и Сережа проходили обучение, особенно недавно, в высоких университетах относительно служения прославления. Может быть, ты слышишь? Не знаю. Страшно интересно. Страшно интересно. Мы там больше двух лет учились, поэтому я вам большой взор не сделаю. Но смысл был такой, что нас пригласили туда, как людей, совмещающих в себе два вида служения в церкви. Творческое и лидерское. Это таких ребят, которые или в протестантском мире, либо это пасторы, имеющие музыкальное образование, либо музыканты, надумавшие стать пасторами. То есть, в общем, все как бы в одном. И мы учились там, у нас было пять сессий. И нас не учили играть и петь. И техническим штукам нас не учили. То есть, это были сессии с богословием, где большой упор как раз на поклонение, на богословие поклонения. И, собственно говоря, по этой причине я хочу одну из лекций предложить, которую мы там слушали, изрядно переработанную, но как бы идея взята оттуда, посвященная такому интересному вопросу, как поклонение в Духе истине. Помните отрывок этот? Да, мы его прочнем сегодня обязательно, чуть попозже. То есть, идея в том, что много лет во Христе я слышал отрывок, читал его в Библии, но однозначно понимание, что это значит, поклоняться Богу в Духе истине, ко мне как-то, знаете, как озарение свыше не происходило. Я слышал разные версии того, что это значит. И сегодня я прохожу в еще одну из версий, как можно понять, что это в Духе истине, и вот мы об этом тоже поговорим. Но начнем немножко, как бы чуть-чуть, что называется, издалека. Издалека. По поводу поклонения. Я ожидал, что будет доска, а доски нету, поэтому, видно, нарисовал вот все у нас. Сейчас я буду показывать классные картинки. Картинки любите? Да. Хорошо. Живот. Анимационный. Может, лучше сценку показать, да, я согласен. Вы слышали идею о пяти функциях церкви? Нет? В чьем мы слышали? В чьем не будет исполнения. Вы слышали эту тему, что есть пять основных дел, чем церковь занимается? Ну, должна заниматься. Да, должна заниматься в идеале. Напомню. Напомню, да. Поклонение, учение, служение, Евангелие и общение. Пять основных функций церкви, да, развивающаяся, одна из больших церквей баптистских в Америке эту тему разработала. Многие с ней согласны, многие с этой концепцией не согласны. Но вот эта тема, что есть пять элементов, которые в любой здоровой церкви должны присутствовать. Если любой элемент убрать, то церковь не здоровая. Вот в чем идея. Можно еще раз повторить. Еще раз могу повторить. Учение, служение, общение, поклонение, Евангелие. То есть, если любую из этих вещей убрать, то церковь не церковь. То есть, нет церкви, в которой нет учения бедырского. Нет церкви, в которой существует поклонение. То есть, это любой компонент, он как бы важен. Отдельно можно тему развивать, но смысл не в этом. Обычно, я хочу вам показать, как это выглядит в здоровой церкви, это выглядит приблизительно вот так. Есть некоторая целостность, где все эти пять элементов приблизительно равны. То есть, они все присутствуют в относительно равной степени. Нас должно беспокоить, если вдруг учение в церкви меньше, сектор, чем остальные, или, например, общение. Но, это в идеале. На практике жизни обычно это выглядит вот так. Есть какая-то область из этих пяти, которая очень сильна в какой-то конкретной общине. Ну, еще одна относительно сильна. И все остальные на другом плане. Например, если взять общины как бы наши, то мы бы, без прода, отметили вот эту большую часть за многие годы. Самая сильная, самая прокачиваемая часть – это Евангелие. Все построено на том, что идея обращается народу. Мы об этом говорим большую часть времени. Ну, в крайней мере, раньше говорили. Да, да, да. Есть церкви, например, ну, можно сказать, не из нашего образца, где мы можем видеть, что церкви сфокусированы на учении. Учение – это их все, а остальные элементы – поскольку поскольку. Мы тоже знаем церкви, которые поклонение выводят на первый план. Это все, что у них есть. И все остальное мы ничего не знаем, что у них там есть в этом плане. То есть это вот как бы несбалансированная церковь. Это сбалансированная. Но, как бы, в этой концепции есть один серьезный, мне кажется, недостаток. И не то, что недостаток, но я бы одну поправочку сделал. Я бы предложил бы схему вот такую. Видно, такие круги красивые. Спасательный круг. Идея в следующем. Эти же пять элементов, но они не равны. А поклонение, оно находится в центре. То есть фишка в следующем. Его не больше, чем других. То есть это не то, что мы больше поклоняемся, чем что-то другое делать. Но в сознании это все-таки более важная вещь. Почему? Потому что если, например, как это правильно сказать? Можно, вы слушаете прославление, можно выйти на сцену и вести прославление, не поклоняясь в сердце? Можно. Можно. Это ужасно, если это происходит. Это плохо, но это можно. То есть служение происходит, поклонения нет. Мне кажется, что если любое действие, которое в церкви должно происходить, его изначальный мотив – это поклонение Христу. То есть поэтому это не значит, что поклонение должно затмить все остальные вещи. Но это значит, что он должен некоторое особенное место занимать. И в жизни церкви это же справедливо для персонажей, для каждого из нас. Либо другая картинка. В виде пяти кирпичей нарисовано. А пять частей, но в основании лежит поклонение. То есть и служение, и Евангелие, и общение, и учение, то есть на поклонении строится, от него исходит. Вот идея, как мне кажется, более здорового понимания роли поклонения в жизни церкви. Вот такое, а не, Боже упаси, вот такое. Понятно. Поклонение – это не одно искушение. Это некоторые основы. Отрывок Матфея 4 глава, стихи 8 по 10. Это искушение Христа в пустыне. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пап, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойдет не о сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Известный отрывок. Напомню вам, да, три раза дьявол искушает Иисуса, три раза он отвечает ему из книги «Второзаконие». Это последний из трех искушений. И здесь на что хотелось бы обратить внимание. Ну, во-первых, есть такой термин, такой религиозный. «Война за поклонение», так это называют. Здесь дьявол хочет заполучить эту уникальную привилегию, чтобы поклонялись ему. И здесь Иисус очень резко реагирует. Отойдет меня сатана, он отвечает. Прошу заметить, что два предыдущих раза, когда он был искушаем, он так не отвечал. Вот, отойдет меня сатана, здесь добавляется. И тоже хочу обратить ваше внимание, что, отвечая сатане, Иисус говорит, Господу поклоняйся ему одному служи. То есть, поклонение прежде служения. Это вообще в основе поклонения Богу, потом служения. Никоим образом, никоим образом не наоборот. Это, ребята, было некоторое введение. О чем мы говорим? Что поклонение, оно в центре христианской жизни нашей. А не только один из кусочков пирога. Понятно пока, да? Да. Хорошо. Давайте сейчас, перед тем, как мы прочтем основной отрывок про дух и истину, я задам вам такой вопрос. В течение 10 секунд подумайте и для себя, не говоря это вслух, решите для себя, какая у вас самая любимая песня пославления. Никому не говорите. Можно несколько? Одну? Одну и до слова. Ну хорошо. Не самая просто любимая песня, которая вам очень нравится. Выбрали? Слух не говорите. Теперь, дам вам еще несколько секунд, 20 секунд. Придумайте для себя три причины, почему она. То есть, что в ней такого? Две-три причины для себя. Придумайте, почему именно эта песня у вас не будет. Есть? Ну давайте немножко пообщаемся. Интересно, песню мы не называем. Это ваша песня, не имеет значения для всех. Ну вот, почему вам нравится именно эта песня, прославление. Давай, Саш, позови, две-три причины. Почему? Ну, два причины. Потому что она трогает очень умные, но я не очень хорошо чувствую. Ага. А потом, мне нравится мотив ее. Так. Она звучит. Мотив, ага. Мне нравится. Третья, ее очень классный смысл. Классный смысл. Отлично. Понятно. Понятен. Созвучен твоим переживанием. Тебе нравится ее мелодия. И смысл ее тоже отличный. Кто еще хочет? Денис, скажи. Ну, мотив. Мотив. Потом в ней действительно Бог прославляется. Слова. Слова. Ага. Ну, и... Третья, обязательно. Ну, по-моему, достаточно. Ну, достаточно. Отлично. Серега, скажи. Сильные слова, красивые мелодии и цепляет сердце. Третья, ты слышал его уже. Да. Да, да. Ну, можно добавить. Третья, ретничная, ретничная, неравая. Она красивая мелодия. Красивая мелодия. Ты сказал барабанщик. Да, ретничная. Ну, она очень обнадеживает, поддерживает веру. Такая вдохновляющая для меня лично и тех, кто слушает. Ну, можно добавить то, что уже сказали. Тоже да. Хорошо. Хорошо. Три вещи, то есть, первая, это красивая мелодия, смысл текста, то есть, текст имеет смысл, он сильный. И еще третий такой параметр, как сказать, возможность исполнить ее очень эмоционально, потому что не все песни можно исполнить эмоционально, то есть, вложив, какие-то больше этому способствуют, какие-то меньше. То есть, вложить, как, ну, как актер говорит, дернуть нерв. Ну, дернуть нерв. Раза богу. Совыражение? Да. Да, пожалуйста. Да, она нереально вдохновляет каждый раз, когда слушают. Ты всегда вдохновляешься. То есть, это очень сильное действие имеет. Второе, это... Ее очень хорошо петь, удобно, очень красиво. То есть, и слова, и музыка очень красиво. Третье, то, что она о боге. То есть, не просто красиво, но она о боге. Это тоже документ. Хорошо, да, спасибо. Ну, хорошо, мы сейчас... Я сейчас объясню вам, почему я спросил. Но, наверное, вы уже заметили, что есть некоторые вещи, которые с ним схожи, да? Более. Не во всех, не всем нравится дергать нерв, да? Но в целом, как бы, мое наблюдение, вот потому, что я сейчас услышал, несколько человек опозначили ценность слов, да? Но, по большому счету, большая часть комментариев звучит не о тексте. Она звучит о либо каких-то личных переживаниях, связанных с этой песней, да? Почему-то особенно трогает тебя. Мы говорим еще о мотиве, который тоже как бы симпатичен. Да, это вот модальное значение. Более всего, да, другого говорится об этом. Это важно. Забудьте это пока. И давайте прочтем Иоанна 4, 19-24. Это как раз ключевой отрывок для сегодня. Женщина говорит ему... Напомню, женщина у колодца, да? Из Самарии. Из Самары. Из Самарии. Женщина говорит ему... Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей... Поверь мне, что наступает время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине. Ибо таких поклонников вычет Отец себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Во-первых, сначала некоторая ремарочка, объяснение тому, почему Иисус сказал, не знаете, чему поклоняетесь. Ну, такой вопрос вам задам. Самария, что это такое? Это некоторая область, да, соседняя с иудеей. И если вы немножечко знаете, помните историю Ветхого Завета, вообще-то изначально эту область населяли израильтяне. И Самария, это была их новая столица после разделения царства. Но потом был плен, угнали в плен и тех, и других, и иудеев, и израильтян. И это место заселили другими народами. И там были остатки Израиля, но также там было много языческих племен. И все перемешалось, в общем, можно сказать, в менталитете и убеждениях этого народа. И на момент, когда Иисус говорит эти слова, то есть что из себя представляла Самария? То есть это было общество, где о Христе знали, но очень ограничено. Почему? Потому что на момент, когда царства разделились надвое, у этих ребят, у израильского общества, был только закон Моисея. Все, что было написано позже, и псалмы, и все пророки. То есть это все было уже наследием иудеев, но не израильтян, как бы, да. И не Самария в перемешанном виде. Тем более. Поэтому из разговора видно, что женщина понимает, что должен быть какой-то там мессия. Но тем не менее Иисус говорит, вы не знаете. В общем-то, у вас недостаточно понимания по этому вопросу. Выглядело даже так, я читал буквально в справочнике вчера, что возможно, самаритяне, возможно, воспринимали Иегову как одного из богов. Вот такое что-то было. То есть и знание вроде было, но было и много путаницы, честно говоря. Я вам скажу так. В некотором смысле это напоминает наше общество. То есть мы здесь с вами, мы, так сказать, христиане в первом поколении. И мы, хотя Вибрюс изучаем некоторые вещи, мы все равно, так или иначе, тянем свое представление о Боге откуда-то еще. Из безбожного общества, в котором мы выросли. Понимание вроде есть, но вроде и нет. Простой пример. Когда-нибудь было у вас такое размышление? Я провел тихое время сегодня, у меня чистая совесть, поэтому я себя чувствую, что Бог меня любит. Вот так и говорится. Я туда много было. Теперь, или наоборот, я не провел сегодня себя тихое время, у меня поэтому нечистая совесть, и поэтому я чувствую, что Бог недоволен у нас. Бывало у вас такое? То есть, смотрите, это как бы с точки зрения язычника кажется очень точная логическая цепочка, но на самом деле знание о Боге, когда мы узнаем о нем больше, мы понимаем, что вообще не так все работает. Но тем не менее, я просто пытаюсь привести пример, как мы приносим какой-то стереотип о Боге, вообще он не должен быть. Но он есть. И на самом деле, на поверхности этих стереотипов у нас много. И когда мы ведем прославление в том числе, мы говорим фразы, и мы ведем себя соустообразным тому, как мы понимаем о Боге. Но Иисус говорит этой женщине, вы не знаете, чему поклоняетесь. Мне это, кстати, покоробило слово, вы не знаете, чему поклоняетесь, мы знаем, чему поклоняемся. Залез греческий, и там сказано точно, вы поклоняетесь, которому не знаете, и мы поклоняемся, которому знаем. То есть, на самом деле, там ничего. Ничего кому. Да, все-таки кому. Почему оно вообще есть. А зачем оно вообще здесь присутствует, поклонение. И знаете, я даже думаю, что большинство служителей это толком объяснить не могут. И меня это всерьез беспокоит. Давайте разберем основной момент. Здесь Иисус говорит, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины. Давайте для начала. Ваша версия, что значит в духе истины? Страшно, когда ты знаешь правильный ответ. Я знаю одну из версий, которые близка моему сердцу. Я вам ей расскажу обязательно. Ну что по вашему, что это значит? Или как вы это понимаете? Ну это значит не в наборе дел, которые ты делаешь, и когда ты их сделал, ты молодец. Когда ты не сделал, ты не молодец. А в духе в том плане, что через дух мы знаем, что есть поклонение Богу в данной конкретной ситуации сейчас. Через дух мы знаем. Через дух мы знаем. Если мы живем следуя духу, думаем о том, чего желает духу и так далее, то через дух мы будем знать, что значит поклонение Богу в данной конкретной ситуации. Это не обязательно только петь. Да, но вообще не о пении. Понятно, что это более общедушное. А истина, ну, наверное, потому что без знания истины, наверное, невозможно жить по духу, потому что думать о том, чего желает дух, мы можем узнать только из истинного слова Библии. Так, хорошо, я не запомнил, это очень важно. Еще версии. Кто кричит в духе? А еще два вопроса. Сегодня ты в духе? Ты сегодня в духе? Ну я в истине. Все, я не только вы истине, но я точно вы истине, да. Интересно, что... Сэн говорил, это такое время, когда, в принципе, не сошел. Вот, 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 продолжай, продолжай. Может быть, он немножко по-другому, может быть, да? Не так, как было, он по-другому, если бы. Давайте вместе продолжаем. Хорошо, так. У меня такое ощущение, что мне это как-то, это когда ты осознаешь, что это ты делаешь, да? Ты делаешь это сознательно, ну, с духом, да? То есть ты понимаешь, кому ты поклоняешься. То есть не просто какие-то, ну, как традиции еще что-то, да? Ты делаешь это сознательно и с трепетом, да? И, соответственно, ты знаешь истину, ты знаешь, для чего это. То есть у меня это больше как осознание причин и для кого-то это делаешь. Боже. Хорошо, понятно. Еще? Боря, хотя бы. Женис? Ну, для меня лично как две составляющие, что истина для меня, это когда ты, ну, как, верен Богу, ну, когда ты изучаешь его слово, ты верен Богу. А в духе истины, то есть это когда ты ведом духом Божиим, будучи верным Богу, ну, на дела, либо это, да, поклонение, прославление. То есть когда, да, вот именно как древес составляющий истины, то, на чем он стоит, на истине. А дух это то, кто, ну, то, что нас ведет. Понятно. То, что рождает у нас желание, то есть даже если осознавая желание прославлять, получается это ощущение от духа, что это не просто эмоции, а это, очевидно, тот инструмент, через который Бог как-то вкладывает желание в сердце. Прославлять, молиться, там, делать такие духовные вещи. Это понятно. Понятно. Хорошо. Боря, твое движение. Я тут подумал, в духе, то есть Иисус говорил в конце, когда приходил к ученикам, что дух вас всему остальному научит. Так. Вот, а по поводу истины, мне почему-то вспомнилось, где Иисус говорил, где есть путь истины и жизни. Так. Вот, мне кажется, как бы, дух, он должен побуждать в каким-то делах в плане их уклонения. А истина, это, как бы, вот, исследуемое учению Христа, это, как бы, он истинный. Почему? Он учил, вот, это и есть истина. Ага. Ну так, по поводу. Понятно. Хорошо. Что дух ведет. Понятно, да? Потому, то есть, или как Борис сказал, что утешили, который наставит вас на всякую истину. Но, как Дима справедливо заметил, Иисус говорил, в тот момент, когда духа и близко даже не было. То есть, его не было. Но Иисус говорит, настанет время и настало уже. Вопрос. Почему вы, скажем, уверены, что речь идет о Святом Духе здесь? Потому, что на самом деле здесь нет основания, ну, думать именно так. Здесь нет подтверждения этой идеи. Неожиданно, да? Смотрите, ребята. Уверены. На самом деле, подумайте. Есть несколько стихов Библии, даже в обломочи, в каких адресах, где говорится, что существует дух человеческий. И даже дух Христа, например, в Луки 23, 46, это когда он на кресте. Он говорит, ныне, Господи, предаю тебе дух мой. Там сказано. И, сказано, это что? Испустил дух. Это о чем? Это Святой Дух? О жизни. Да. То есть... Жизнь, да. Вдохнул человека. Святой, но не настолько. Среди всякости, да? Либо, помните, пускай все у вас, дух, душа и тело будет совершенны. То есть, есть большие сомнения о том, что происходит в том духе. И, соответственно, если мы предположим картину другую, что говорится о духе человеческом, картина меняется очень сильно. А меняется она вот каким образом. Нет, давайте пока про дух закончим, про истину поговорим. Что значит поклоняться истинной? Что есть истина? Точно. Иоанна 17, 17, 19. Истинною их осветит Твоею. То есть, он молится за единство. Слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Точка. То есть, Слово Твое есть истина. И теперь смотрите, как меняется форма всего. То есть, в человеческом духе и в истине. В человеческом духе и в Слове Божьем. Вот эта фраза меняет свою форму, понимание этой фразы именно таким образом. Как это увидеть на практике? Вернее так, получается как бы так. Истина у нас у всех одна, а дух у нас у всех разный. Правильно? То есть, у нас есть общее основание, но некоторые внутренние переживания в поклонении могут быть разными. И это нормально. Например, вот давайте я задам вам вопрос. Назовите какое-нибудь качество Бога, про которое вы твердо знаете. Бог? Любовь. Бог? Любовь. Хорошо. Ну, еще вариант. Милость. Ну, к примеру, да. Бог такой. Теперь, скажем, с этим мы все согласны. Как и с другими качествами. Что Бог долготерпелив, мельцесущий, всемогущий. Здесь никто с этим не спорит. Но, размышляя об этих качествах, мы переживаем их по-разному. Для кого-то Бог строг, хотя он знает, что Бог любовь, но в какой-то момент он чувствует, что Бог строгий с ним, да? Бывает наоборот. Для меня, вот я, когда ты с собой проводил, я первое, что назвал, Бог вездесущий. Сразу говорю, Бог вездесущий. Это точно знаю. Но я не думаю об этом каждый день. А когда я думаю о Боге каждый день, а я о нем думаю, когда я отвечаю в Библию и молюсь и всякое такое, у меня, как правило, другие его описания приходят в голову первым. Да, а его долготерпение, его прощение. То есть, и вы назовете разные вещи, кто для вас Бог сейчас. Но хотя мы все согласны в истине, что кто есть Бог. Отрывок в Деянии 17, 26-27, хочу вам показать. Был разговор с несколькими братьями, кстати, Сережа присутствовал в этом разговоре, тоже искренне вот там, где мы говорили о том, что важно, знать Бога или чувствовать Бога. Читаем отрывок в Деянии 17, 26-27. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хоть Он и недалеко от каждого из нас. Знакомы отрывок? Да. Вот брат, с которым разговаривал о важности или неважности чувств в христианской жизни, показал, который сказал, обратите внимание, чтобы люди искали, не ощутят ли Его. Видите это? Для него, для этого брата, в этом тексте это слово ключевое. Я хочу Бога ощутить. Я же, когда читаю этот отрывок, в первую очередь обращаю внимание на слово «не найдут ли Его». То есть для меня это больше вопрос разума, чем чувства. У нас была большая такая интересная дискуссия. И какой вывод? Это субъективное поклонение. Для тебя это так, для тебя это так. Но в истине мы все к одной той жизни не все приходим все равно. Есть объективная составляющая – это истина, есть субъективная – это твой Дух. Ты поклоняешься так, как ты умеешь. Есть и другие примеры, сравнения. Нельзя же сказано, возлюбив Бога всем сердцем, всем разумом. Вы знаете людей, которым разумом легче любить Бога, чем сердце? Вы знаете людей, которых надо? В одном случае через разум – это попытка от сердца достучаться, в другом случае от сердца к разуму. Есть эмоции, а есть логика. Для некоторых поклонение – это что-то очень эмоциональное. Чтобы, как ты сказал? Дернуть нерв. Дернуть нерв, да. Для кого-то оно находится в области сознания, можно так сказать. Там меньше эмоций, но это не значит, что это меньшее поклонение. Или такой пример известный. Про мистиков и рационалов слышали? Герои веры, если вы посмотрите. Ну, их можно так разделить. На мистиков и рационалов. Мистики – это те, которые очень нуждались чудесам. Очень. Помните Гидиона? Можно сначала будет вот так вот, вода, а здесь будет сухо. А теперь наоборот. Можно наоборот. Можно, да? Вот такие вот, они ищут знаков каких-то. Или Петр, если это ты, Господь, прикажи пойти, чтобы я пошел к тебе поводить. Ему нужен знак какой-то. А есть другая категория поклоняющихся людей, которым знаки не нужны. Павел не искал их особо, но они у него были. Ну, например, я сегодня смотрел в книги Судей, персонаж такой АОТ. Знаете, он там кинжал сделал и пошел к ропу какого-то там. Помните? То есть ноль мистики. Ноль разговора с какими-нибудь ангелами. Он просто сел, составил план, пошел и сделал. И это его служение. Или, не имея, если вы читаете книгу, Бог с ним непосредственно не разговаривал. Ангелы не являлись. Как бы это в чистом виде рационалности. Сделал план, он просто знал, что это Богу нравится. И все. Ему не нужны были какие-то дополнительные эмоциональные стимуляторы. Понятно? Колька, первого звали. АОТ. 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 Три буквы. А вот готов. Ребята, смотрите, разговариваем про дух и истину. Вот это некоторая такая шкала, если хотите. Поклонение в духе истине. То есть смотрите, я попытаюсь вам объяснить. Поклонение в духе, это когда в нашем поклонении больше нашего. Очень-очень много нашего. Наших чувств, переживаний, беспокойств. Все-все-все. Поклонение в истине, это когда там все больше и больше Божьего. То есть когда нашим чувствам и мыслям, и переживаниям не остается места, а мы только вот все вот такие сухие книжники, можно сказать. Поклонение в духе и истине по этой логике должно выглядеть вот так. То есть там должно быть много всего. Там должно быть и истины много, и личного много. Пример этому псалмы. Пример этому псалмы. 118-й псалм. Давид с таким восторгом пишет. «Я так любую закон твою Господи». Помните это все? Там самый большой псалом посвящен Слову Божьему. О каком Слове Божьем он пишет? О Пятикнижье Моисея. Да, да, да. Вы когда прочитали Пятикнижье Моисея, вы тоже готовы быть такой псалом написать? Нет. То есть вот эти все перечисления жертв, правил, они рождают его желание? Постожимые. Постожимые люди. Я хочу вам показать некоторые губительные крайности. Что происходит, если мы больше увлечены поклонением в духе, чем в истине? Происходит вот такое. Это когда во время поклонения, ну например, во время даже пения на собрании, большое значение мы уделяем, как мы чувствуем себя, нашей искренности, атмосферности, которая есть. При этом, ну, как сказать, не то, что вообще не следим, но следим гораздо меньше за тем, насколько наше поклонение соответствует вообще тому, что в Библии написано. Я хочу вам рассказать несколько интересных историй. Хочу такое вопрос сказать. Понимаете ли вы, что когда мы служим на сцене прославлений, мы служители слова? Ну да. То есть служение слова. Если помните, 6 глава книги Деяния, да, это апостолы сказали, мы будем служители слова и молитвы, да? Не надо нам заводиться о пропитании людей. Так вот, выходящие на сцену и поющие песни Богу и собрания, то есть мы с вами, мы служители слова. Это налагает у нас некоторую ответственность. Почему? Я уверен, что с помощью песен богословие церкви формируется гораздо более твердо, чем через проповедь. Если вы попробуете вспомнить, что было на последней проповеди, вы вспомните, ну, там, процентов 15. Если вы спросите, что было... Два месяца назад это вообще не вспомните, это какое-то одно мысль. Но песню, которую вы недавно выучили, и тем более, которую вы давно выучили, она у вас уже там заполотила мозг, словно говоря. Один, кто песен, даже избавится с ней. Да? Песни запоминаются гораздо лучше проповедей. И люди в церкви скорее вспоминают песни, чем то, что вещал проповедник. И богословие церкви формируется именно так. И если у нас есть богословские ошибки в песнях, они точно так же залезают в мозг. Мозгошмыки как-то, да, вот, проработали. И все. И формируют неправильное богословие. Это ответственность наша нести в чистом виде слово. Прочитаю вам один пример. Из одной книги сдернул и решил перепроверить. Перепроверил, убедился. Поэтому проверенный пример, слушайте. Существует такая пара христианских авторов песенных. Зовут их Билл и Глория Гейтер. Сейчас они живы и в здравии, американцы. Они, как я понимаю, сейчас они лет под 80. Но в свое время они были такими хитовыми авторами, исполнителями. Насколько я могу судить, я сегодня посмотрел, их имена пересекаются с Майком Смитом, с Филл Сонгом. Но как-то, видимо, они тоже их песни поют. Это известные американские христианские авторы. Но уже пожилые ребята. Однажды они написали гимн. Гимн называется «Царь глядет». Я сегодня его нашел. Правда, на английском языке, на русском его нет. Он прочитал, ознакомился. И когда они его выпустили в свет, к ним пришло письмо. Идея так звучала. Их попросили дать богословскую интерпретацию написанного им гимна. С людей возникли вопросы к тому, что они написали. Вот, дальше, посчитаю вам выдержку из открытого письма, который... Как они ответили? Секретарша ответила. Относительно вопроса толкования гимна «Царь глядет», важно отметить, что гимн этот был даром от Бога. Билл и Глория не претендуют на звание богословов. Гимн этот был рожден быстро, и они не желают обсуждать его богословскую обоснованность. Кроме того, они считают, что критический разбор гимна будет вмешательством в действие Святого Духа, вдохновившего их написать этот гимн. Другими словами, ребята написали песню, допустили ее в свет, им задают вопрос «А в Библии это где?». Они говорят «Это Богом дано, как только вы начнете в это вмешиваться, это против Святого Духа». Вот вам. Жестко, железно. Церковь – это стол по основанию истины. Прикольно. То есть, я думаю, что мне хотелось бы верить, что у нас невозможно такое отношение к нашему песню. Да, с вами теперь сказали. А теперь, к примеру, можно сказать, наши, отечественные. Несколько лет назад, если вы знаете, мы с Линой сотрудничали с братьями из Харькова, группа Синаи, помните, да? Они выпустили несколько песен, несколько дисков, в одном из них была песня, которая называлась «Научи меня летать». Даже диск так назывался. Они сделали эту песню, в общем, пили на концертах, все-все-все. Но однажды Женя Луханин, один из исполнителей, сказал, знаешь, нам в церкви запретили эту песню. Говорит, опа, мы тут выздаем, чтобы распространять христианские песни, а в Харькове запретили. Я спрашиваю, почему? Говорит, ну все очень просто, у нас был разговор. Руководством церкви, нам сказали, знаете, ну песня классная, вопросов нет, на концертах ходите. Но в Библии вы нигде не найдете о том, что «Научи меня летать в этом небе синим и синим, чтобы увидеть красоту твоей души». То есть это аллегория, которая озвучивает ваши переживания. И эта песня имеет место, это классная песня, она имеет место быть, но не в логослужении. Почему? Потому что, ну допустим, я пою эту песню, у меня не вызывает таких переживаний. Но, а богословие формируют неправильные. То есть это о том, что, о чем Бог не говорит. Понятно, да, Ирина? Я когда это услышал, я сначала поборолся внутренне, как бы, как так, классная песня запретила, да? Потом согласился, а потом настолько согласился, что решил подвергнуть сомнению все наши песни. И знаете, думаете, я ничего не нашел? Я нашел все так. Я уже молчу о таких недоработках, которые долго тянулись, мы совсем недавно наконец-то поменяли, что Дух Святой во мне обновили, мягко скажем, какая-то тема левая. Но, например, у меня, поделюсь, у меня, например, были серьезные претензии к песне «Пусть бушует шторм». Если взять ее куплеты, то они, по-гословски, ну, и подкопаешь. «Скрою меня своим кровом», я проверил, есть как бы все. Но «Пусть бушует шторм» и «Гром гремит», «Бури буду я с тобой парить». Как бы оно вроде, чьи-то переживания, но переживания, на самом деле, более-менее близкие к духу. Мы же с вами все можем объяснить, но, тем не менее, это некоторая образная такая... Картинка. Да, образная картина, которая является чьими-то переживаниями, но, возможно, надо быть с осторожностью. И с этой песни как? Мы ее оставили в репертуаре, но я держу на заметочке, что такая штучка с ней присутствует. Я помню, одна из песен, которая формировала мое богословие в первые годы церкви, была очень простой. «Бог, Отец», там, «Бог, Ты мой Отец». Помните, три купли, там, «Бог, Иисус, Ты наш Господь, Дух, дай нам любовь». Все, все четко не подкопаешь, это правда, это формирование богословия. Очень понятное, да? А теперь еще, песню «Берег» знаете? Когда у нас несколько лет, два года назад, было сложение регионов, у нас было несколько разговоров от Саши и Сулии. Кузнецовник. Мы, в итоге, прошли через все песни, какие мы оставляем, какие выбираем, и «Берег» убрали. Я вам скажу, почему. Если вы это еще не сделаете, да? Я вам скажу, почему. Это замечательная песня, у меня большая симпатия. Как она написана, как у ее автора, мы вообще считаем, она классная. Но, то есть, эта песня не будет, будешь лечать, на наших богослужениях. Почему? Давайте подумаем, просто. Ветер опять, что там, развернул мой панус, я вновь продолжаю путь, туда где горит звезда. Знаю, за горизонтом где-то ждет нас родная гавань, и я спешу куда. Точку поставить. А вообще, вот эта тема с «Берегом», это же вообще вот этот город живых, город мертвых реках, которые плывут от одного берега к другому. Ну, то есть, там вообще может быть совсем другая тема. Я думаю, что песня, на самом деле, классная. Я думаю, что она в всяких концертах, она очень классная. И там в конце есть «Тисус всегда со мной», «Я увижу тебя». Она, как бы, ее не назовешь светской. Нет, нет, нет. Она не светская. Она, видимо, относится к разряду, помните, в колоссальных и векциях сказано, что «Солмы гимны духовные песни». Вот, скорее, духовной песней я бы ее назвал. Но она не формирует богословие, и с такими вещами на собраниях надо быть очень осторожным. Да, Олег. Я хотел уточнить, когда ты говоришь про то, что песни будут звучать на наших богослужениях, что ты подразумеваешь по богослужениям? Это целиком от и до вся воскресная служба или только та часть, где есть поклонение залу? Я бы так сказал, по-другому. Я бы хотел, чтобы церковь не воспринимала ее как песнь собрания. Как сольный номер или как концерт, пожалуйста. Я просто знаю, что ее массово… У нас уже концертные же номера бывают? Нет, это пожалуйста. Я к тому, что эту песню нас массово ввели в собрание. А, ну понятно. И вот это меня настораживает. Все понятно. И опять, песня хорошая, вопрос не в песне, вопрос в ее правильном использовании. Ну понятно. Мы же не поем о собрании «Не стоит погибаться под изменчивое имя». Да. Потому что песен с таким смыслом, с классным… Да. Много. Понятно логика? Мы поем, да? Мы не поем, мы поем здесь, да? Мы не поем, мы поем здесь, да? Домашняя церковь. Еще, пока мы были на обучении, там было поклонение, много было песен, которых мы не знали. И одна из песен вдруг, неожиданно, там вылез такой слайд, что у меня закрылся, он не мог это петь. Там было написано, что Иисус стал грехом. Ну, все. На самом деле… Ну да. Да, да. То есть, нет, понятно, что это можно тоже объяснить как угодно, но Иисус по Библии не становился грехом. Он взял грех. То есть, Иисус и грех – вещи несовместимы. И это неверное, как бы, то это перевод неверный, то ли, Боже упаси, это неверный оригинал. Ну, в общем, вот такое петь нельзя. Понятно. Просто петь такое все-таки нельзя. Понятно, да? Какой вывод? Какой призыв? Призыв – знать Писание. Это не должно относиться только к проповедникам и только к лидерам прославления. То есть, если вы поете что-то на собрании, вы подписываетесь под то, что вы поете. То есть, вы должны нести богословие верно. Согласны. Я скажу несколько сложных вещей. Сложных. Несколько фраз, которые… Послушайте, пожалуйста, внимательно. Первое. Если мы делаем слишком большой уклон в сторону Духа, забывая об истине, то мы становимся более заинтересованными в личных переживаниях, чем в том, угодно ли эти переживания Богу. Ну, допустим, ты раскрылся на поклонении. Ну, то есть, уверен ты, что Бог этого хочет, условно говоря. Понятно? То есть, мы считаем по умолчанию, что если твое сердце развернулось, то это значит все в порядке. Но если твое сердце развернулось под какую-то чушь, которую мы несем со Сэмом, успех, бутыр, то это не признак того, что это Богу Богу. Понятно? Да. Это занос какой-то некоторый. Поклонение в Духе на высоте в истине слабое. Есть такой пример в книге Царств, 18 глава, 26-29. Там, если вы помните, 400 пороков Вау устроили песни пляски с ножами. Да, да, да. Сначала не планировалось, что там. Станет саблем. Какой отрывок еще? Стретий Царств, 18 глава, 26-29 стихи. Там Илья разбирается с этими пророками. И фишка в следующем. Если откинуть как бы суть, а посмотреть на форму, то в своем поклонении они были искренне точно. Ну какой нормальный, неистинный человек будет себе ножом лезать? Ну то есть они в глубоком погружении. Они были искренне. Атмосфера поклонения полностью присутствовала. Впечатляющая атмосфера. Продолжительное время. Но, к сожалению, объект поклонения был не тот. То есть истины там не присутствовали. И что, что они переживали все это со всем сердцем? Истины там просто нет. То есть я сам хочу сказать, что я сторонник создавать атмосферу на себя. Вещь не идет о том, что не надо создавать атмосферу. Вещь идет о том, что за атмосферу стоит. Атмосферное поклонение не значит истина. Вторая сложная вещь. Поклонение не предназначено для того, чтобы мы были благословлены. Поклонение вообще не для нас предназначено. Оно предназначено для Господа. Поклонение это да. Вот эти фразы, что сегодня поклонение не очень. Или я что-то не получил себе сегодня ничего от поклонения. Уже говорят о том, что изначально фундамент не в порядке. Поклонение это мы приходим отдавать, а не получать. Понятно? Причем есть такой парадокс. Знаете же из Библии, что более счастье тот, кто отдает, что тот, что получит? Замечено, что если человек пришел с целью получить, он может уйти разочаровывать. То есть если человек пришел с целью отдать, как правило, он уходит что-то получить. Все просто. И последняя вещь сложная. Нет, ворот сложная. Есть такой товарищ, его зовут Айден Тозер. Был такой товарищ. Знакомое имя? Это американский христианский детер, он уже умер около 50 лет назад. Но он в свое время там... И вот одна из его цитат. Поклонение больше не является поклонением, когда оно отражает культуру, которая вокруг нас, а не Христа, который в нас. У нас такая динамма всегда есть, соответствует духу времени, соответствует культуре. Именно эта причина, почему мы 2-10 назад так резко повернули, как бы вырулили в сторону современного какого-то времени, что мы хотели быть не столько традиционной церкви, сколько церкви, соответствующей культуре времени. Так все есть, но есть важный риск, короче говоря. Потому что гнаться за всеми новинками культуры все равно не угодно. И за всеми технологиями все равно это невозможно. И если мы ставим перед собой такую цель, то отражаем больше культуру, чем Христа. В этом есть опасность, и это больше не является поклонением. То есть опять мы от духа вмещаем акцент на... Выравниваем, скажем, положительный. Теперь давайте вторую ситуацию представим. Нет, нет. Это идеальная ситуация. Куда делать? Вот. Все правильно, но не дохновляет. Все правильно, но не дохновляет. К чему-то и водит смещение акцента поклонения в сторону истины от духа. Религиозно, религиозно. С чем проблема? Проблема в душе, теряется сердце. Допустим, у нас все правильно. Богословим, и все, что мы произносим, и мы все делаем, допустим. Да, 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 канонизируем. Теряется сердце, и это называется фалисейство вообще. Помните, да, немножко по другому поводу, но, тем не менее, написано, да, в группе в Библии, что эти люди чтут меня устами, сердце далеко стоит от меня. Да, там причина этой фразы была иной, но смысл, как мы видим. Допустим, мы правильно чтим устами. Дальше что, если сердце не в порядке? Я хочу прочесть отрывок из книги Иезекииль. Иезекииль 40, стих 4. И сказал мне этот муж, там некто, который встал перед ним, сын человеческий, смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилю. Иезекииль там разные видел вещи, ему разные вещи были показаны. На что хочу обратить внимание? Представьте, ему говорят, внимательно слушай, совсем внимательно следи. Ну, да? Смотри глазами, слушай ушами. И прилагай к этому происходящему все твое сердце, потом все это дело перескажешь народу Израилу. То есть его задача была не просто увидеть, услышать, рассказать. Его задача была увидеть, услышать, приложить сердце, рассказать. Только так. То есть он не мог из протеза сердце выключить. Понятно? Иначе это уже не было бы тем посланием, которым должно быть по замыслу Бога. Либо, вернее так, я думаю, это не спонтанное явление. Приложить сердце, это некоторая воля. Это решение. Похожие мысли из книги Евгея. Помните, когда «Не время строить храмы Господа»? Помните, помните? Помните? Там говорится два раза. Два раза в одной и той же главе «Обратите сердце ваше на пути ваше». Помните фразу? Да. Интересная фраза «Обратите сердце ваше на пути ваше». Она не религиозная. Там не сказано «Обратите сердце ваше к Господу, судье живых и мертвых». Да? «Обратите ваше сердце на пути ваше». То есть будьте со всем сердцем в том, что вы уже делаете. Сердце не теряйте, условно говоря, в вашем пути, который у вас уже есть. Следите за тем, чтобы ваш дух горел. Со всем сердцем действует. Потому что истина без сердца рождает мертвую религию. И что получается? Тогда если мы поклоняемся в истине без духа, это получается путь религиозности. Если мы в духе без истины, это путь харизматии. Нет, я без шуток. Путь харизматии, когда он в внутреннем состоянии определяет качество поклонения для вас. Да. Понятно, да? Возможно, кто-то не будет испытывать этих всех возвышенных чувств, воспевая песню. Но разум-то тоже никуда не делся. Может быть, эмоции не будут лезть на поверхность, но от того, что произносится, как произносится, с кем отношением, это важно. И картина идеальная. Вот это. Когда у нас есть подъем духа, может рассказать, и это все твердо стоит на истине. Это картина идеальной. Духи и истины. Это истинные поклонники, где Иисус сказал, что именно таких ищет себе отец. Идем к концу. Когда Иисус самарянкой это разговаривал, Он сказал такую фразу. Бог, говорит, Он есть дух, а поэтому, надо поправляться в духе истины, из-за того, что Бог есть дух, Он не имеет ничего общего с материальными вещами. Он не связан ни с какими святыми местами, об этом Иисус говорит. Ни на этой горе, ни там. Но тоже Он не стеснен никакими рамками музыкальных жанров. Я просто напомню, что нет святого способа святых музыкальных жанров и не святых. И тоже Он не ограничен никакими человеческими правилами. И любые рамки установить значит ставить пределы тому, который по природе своей бесконечной. Я заканчиваю выводом. Надеюсь, было понятно все, что я вам вещал. Фраза поклонения в духе истины, вот мы сегодня о ней говорили. Она не определяет форму поклонения, но определяет суть. И вот какие выводы. Поклоняться в истине это значит, что слово Бога должно быть в основании процесса. Именно слово Бога, а не переживание. В основании нашего служения. Поклоняться в духе означает прилагать все свое сердце к служению и избегая фарисийства. Это простые вещи, обе достижимы более чем. Вот если мы будем в них развиваться, наверное, нам их позже привлечься к тому, что это значит пополняться Богу в духе истины. Как бы все. Как бы все. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята.